МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале о некоторых темах сегодняшнего выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сообща, проблемы решаются проще. Исполняющий полномочия главы Заречного Алексей Костин обсудил с горожанами и представителями строительной компании вопросы развития 18-го микрорайона. Считаю, что бизнес должен быть социально ответственный. Попросил застройщика внимательно, хорошо подумать о возможности сделать проект, потому что только наличие проекта позволяет зайти в программу «Городская комфортная среда». Веселый коридор. Заводчане вместе с участниками инклюзивной театральной студии «Шаг» украсили входную группу детской поликлиники. Дети действительно боятся идти в поликлинику. Ну, думая, что на разности процедуры кто. А так, я думаю, что им будет действительно интереснее, лучше. По следам выпускного бала. Праздник прощания со школой прошел. Конкурс выпускников стартовал. Видеоролики дефиле наших прекрасных выпускниц будут транслироваться в программе «Доброе утро заречное». А интернет-голосование на портале городзет.инфо у нас стартует 2 июля с 10 часов утра. И теперь об этих и других новостях подробнее. 18-й микрорайон ждет благоустройство. Исполняющий полномочия главы города Алексей Костин обсудил вопросы развития территории с местными жителями и застройщиком. Зареченцы получили возможность высказать свои пожелания напрямую руководителю муниципалитета и представителю строительной компании. Какие изменения ждут микрорайон «Озерский» узнала наш корреспондент Ксения Тризна. С одной стороны межквартальный проезд, с другой забор стройки. Пешеходам остается только узкая полоска земли, поросшая травой. А в срякоти зимой здесь пройти совершенно невозможно. И это не только неудобно, но еще и небезопасно. Во дворе бегают и играют дети, да и взрослым тоже нужно где-то ходить. Жители домов на улице Озерской обсудили эту проблему с исполняющим полномочия главы Заречного Алексеем Костиным. Встреча прошла на месте, неподалеку от того самого долгостроя, который затрудняет проход по двору. Сам здесь живу. Действительно, особенно зимой очень сложно идти, потому что сугробы, ты идешь в этом туннеле, тут же и машины едут, спрятаться буквально некуда. В этом вопросе появилась положительная динамика. Решение у проблемы есть. Сейчас появился новый собственник этой площадки, который сейчас бодро взялся за благоустройство территории. И первая задача, которую мы ему поставили, услышав наказ жителей, это обеспечить проход, безопасный пешеходный переход. Сейчас забор строительной площадки установлен слишком близко к бордюру, поэтому у пешеходов есть только узкая тропка. Застройщик намерен отодвинуть ограждение и сделать удобную дорожку. Забор будет установлен примерно к концу августа. И хотелось бы отметить, что он будет расположен таким образом, что останется место для дорожки пешеходной. Дорожка планируется в сентябре-октябре. Кроме этого, жители обсудили с исполняющим полномочия главы Заречного еще одну проблему. В жилой зоне есть территория, покрытая древесно-кустарниковой растительностью. Горожане очень хотят, чтобы она стала более благоустроенной. Считаю, что бизнес должен быть социально ответственный. Попросил застройщика внимательно, хорошо подумать о возможности сделать проект, потому что только наличие проекта позволяет зайти в программу «Городская комфортная среда». Обещал в скором времени вернуться с решением. На встрече жители смогли задать Алексею Костину и другие волнующие их вопросы. В основном они касались благоустройства и жилищно-коммунальной сферы. Необычно стал выглядеть вход в детскую поликлинику Заречного. Его украсили веселые рисунки в стиле стрит-арт, созданные молодыми сотрудниками градообразующего предприятия и инклюзивной театральной студии «Шаг». Теперь малышам будет не так страшно идти к врачу и даже на укол. Выглядывающий из-за угла мультяшный жирафик и веселый мишка, облачка машинки и кукольные домики, яркое солнышко и зеленые деревья, радуга и звездочки. Так теперь выглядит вход в детскую поликлинику Заречного. Жизнерадостные рисунки рождаются под руками сотрудников градообразующего предприятия. Заводчане присоединились к отраслевой благотворительной акции «Веселый коридор». Эта акция уже третий год осуществляется, но в нашем городе мы впервые решили принять участие в этом году и порадовать детей и их родителей таким красивым входом. С помощью арт-терапии мы создаем благоприятные условия для детей. Акция «Веселый коридор» стала продолжением проекта «Арт-экология». Граффити заводчан уже украшают веранды детских садов, трансформаторные будки, общественные пространства 220-й школы. У нас продолжение проекта «Арт-экология». Мы решили немножечко расширить в связи с проведением у нас форума «Территория здоровья», который проводится в основном проектным офисом «Люди и города». И решили соединить «Арт-экологию» нашу и форум. Продолжение того, что мы оформляем детские сады, школы, и сегодня мы пришли в детскую поликлинику. Деревья, солнышко, небольшие трафаретами мы рисовали, радуга, машинки, жираф, мишка. Все, чтобы дети с радостью ходили в нашу детскую поликлинику. Эскиз композиции, нанесенной на стены и входную группу, придумали работники производственного объединения «Старт». С приобретением материалов волонтерам помогло руководство предприятия. Примечательно, что проект «Арт-экология» стал и арт-терапией. Вместе с заводчанами детскую поликлинику украшали участники инклюзивной театральной студии «Шаг» до умокультуры «Дружба». Мы приняли сегодня участие в замечательной, доброй акции вместе с сотрудниками, с молодыми сотрудниками производственного объединения «Старт». Раскрашивали, наносили сегодня рисунки на здание детской поликлиники. Нам очень понравилось. Поэтому здесь такие маленькие наши изображения. То, что мы смогли нарисовать, останется, будет радовать ребятишек. Нам очень приятно в таких творческих начинаниях принимать участие. Оказавшиеся в больнице дети и их родители испытывают стресс. Визуально пространство больниц, поликлиник не способствует снятию напряжения и страха. Роспись стен создает помогающую выздоровлению среду, улучшает психологическую атмосферу в отделении детского учреждения. Дети действительно боятся идти в поликлинику, ну, думая, что на разные процедуры кто. А так, я думаю, что им будет действительно интереснее, лучше. Это интересно. Для детей это, ну, детям интересно, задорно, красиво. Вот ребятишки сейчас вот, ну, пойдут, естественно, каждый остановится уже, каждый посмотрит на фрагменты из этих мультиков. И уже не так страшно идти к врачу и даже на укол, если на входе в поликлинику тебя встречает веселый жирафик и мишка, улыбающиеся облачка и радуги, зеленые деревья и яркое солнышко. Станислав Корякин, Денис Дубитки, телерадиокомпания «Заречный». В России за сутки зафиксировали 39 рекордов жары. 8 из них в региональных центрах, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. На фоне аномальной жары, охватившей Русскую равнину и юг Дальнего Востока, минувшие сутки ознаменовались очередной серией из 39 температурных рекордов. Из них 8 зафиксированы в региональных центрах, рассказал синоптик. Сегодня язык тепла будет ориентирован из Донбасса, через Черноземье, Среднее Поволжье, Волговятский регион, Пермский край и Средний Урал. А значит, в этих регионах возможны новые температурные рекорды, уточнил Тишковец. В ближайшие дни опасную, жаркую погоду прогнозируют метеорологи в большинстве субъектов России. Жара, сравнимая с Турецкой, придет в Астраханскую область. Также аномально высокие температуры прогнозируются во всех федеральных округах, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидромедцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что такая погода является опасно жаркой. Синоптик сообщил, что во всех субъектах Центрального федерального округа с 3 по 5 июля ожидается 28-35 градусов, в Черноземье до 37. В Поволжье температура до конца недели будет в диапазоне 30-37 градусов. Чем и для кого особенно опасна жаркая погода? Какие профилактические меры необходимо предпринимать, чтобы снизить негативное влияние высокой температуры воздуха? Какую первую помощь можно самостоятельно оказать человеку, пострадавшему от теплового удара? Как сохранить здоровье и хорошее самочувствие в жару? Эти вопросы мы сегодня обсудим с заведующим отделением скорой медицинской помощи медико-санитарной части Заречного Юрием Демянчиком. Не пропустите актуальное интервью в финале информационного выпуска. А пока к другим новостям. Стартовало голосование за участников конкурса «Выпускники-2024». 21-й конкурс телеразиокомпании «Заречный» стал рекордным по числу участников. 43 девушки и 30 юношей решили оставить на память о прощальном школьном вечере конкурсные фотографии и видеодефиле. И, конечно же, побороться за призы и подарки. Победителей будет четверо. Двоих большинством голосов выберут зарегистрированные посетители интернет-портала «Город Зет». Еще двух лидеров, юношу и девушку, выберут жюри конкурса. С подробностями Диана Котлерова. Элегантные костюмы, вечерние платья, замысловатые прически. Свои образы выпускники продумали до мелочей. А как же иначе? Ведь в праздник прощания со школой ребята ждали аж 11 лет. Что чувствуете? Пришел тот самый день. Немного волнения присутствует. Жалко, что прощаемся со школой. В целом смешанные эмоции. Все очень нравится. Все прекрасно. Все отлично. Восторг, потому что я этого момента ждала очень долго. Всегда смотрела на выпускной, представляла себя в прекрасном, роскошном платье. И смотрела на счастливые, красивые лица всех остальных. Хотите сделать свой праздник незабываемым? Да! Конечно. Тогда идем участвовать в конкурсе «Выпускники-2024». Конкурс выпускников телерадиокомпании «Заречный» проводят уже в 21 раз. По традиции в нем могут участвовать и юноши, и девушки. Парней мы приглашаем на фотосессию. С ними работает профессиональный фотограф. Как справляется выпускник? Ну, он очень раскрепощен. Хорошо меняется между фотографиями. Это очень будет хорошо смотреться. Молодец парень. Выпускник Никита Чуркина занимается в театральной студии «Маскарад». Возможно, именно сценический опыт помог ему уверенно держаться перед камерой. День потрясающий. Недавно я принял участие в спектакле от своей творческой студии «Маскарад». Этот день по ощущениям очень похож на предыдущий. Я испытал невообразимые чувства и очень рад тому, что здесь нахожусь. У девушек, участниц конкурса «Выпускники-2024» задача посложнее. Им нужно не только сделать красивый снимок в нашей фотозоне, но и эффектно продефилировать по красной ковровой дорожке. Зареченские красавицы-выпускницы с нетерпением ждут своего звездного часа. Времени не теряют. Пока стоят в очереди, поправляют прически, платья. Лично мне нравится смотреть на прекрасных, красивых дам, выпускниц, которые каждая постаралась и сделала все в меру своих возможностей. Это как минимум конкурс красоты и показать, насколько сильное это событие, значимо для каждого из нас. За участников конкурса болеют родные и близкие. Игнат Бенискул, Илья Романов, Велеслава Калячкина, правнуки активной Зареченки Валентины Бенискул. Валентине Леонидовне 81 год, но пропустить такой важный для ребят праздник не смогла. Пришла на фонтанную площадь вместе с семьей. Вы представляете, это такое счастье. Я единственная бабушка в городе, у которой три правнука сразу закончили 11 классов и один правнук 9. Это такое большое счастье и радость в моей жизни. Игнат, Илья и Велеслава скромные ребята. От предложения поучаствовать в конкурсе выпускников сначала хотели отказаться. Но прабабушка нашла нужные слова. Красавцы, как на подбор. И я считаю, что они достойные люди будут будущим. И что у них все впереди. Улыбайся, улыбайся. Супер. В камеру смотрим, в камеру. Кружимся. Вернулась еще чуть-чуть. Улыбнулась еще чуть-чуть. На празднике красоты и юности сотрудники телерадиокомпании «Заречный» работали до последнего выпускника. И можем с гордостью сказать, что в 2024 году в конкурсе рекордное количество участников. 30 юношей и 43 девушки. Видеоролики дефиле наших прекрасных выпускниц будут транслироваться в программе «Доброе утро, Заречный». А интернет-голосование на портале городзет.инфо у нас стартует 2 июля с 10 часов утра. И продлится оно до 10 часов утра 11 июля. Итак, дорогие телезрители, теперь дело за вами. Оставив свой голос, вы и поможете выпускникам приблизиться к победе и получить ценные призы. Диана Котлерова, телерадиокомпания «Заречный». Зареченцы приняли участие в заключительном вечере второго фестиваля творческих традиций «Семья семей», организованного в рамках программы «Территория культуры Росатома». В этом году форум был приурочен к Году семьи в России и состоялся в канун Дня семьи, любви и верности. Гала-концерт прошел в Москве в павильоне Атомного ДНХ. 22 творческие семьи из российских атомных городов, победители муниципальных творческих конкурсов, продемонстрировали свои таланты. Представленные номера отразили все разнообразие семейных творческих увлечений, от народных ремесел до современной музыки. На одной сцене с атомными семьями выступили звездные гости, такие как Лев Лещенко, Марина Девятова, Екатерина Гусева, Елена Захарова, хор камерной сцены Большого театра и другие. В Заречной представила семья Стародубцевых Дмитрий и Мария и их дети Мирослава и Артемий. Фестиваль «Семья семей» стал одним из самых неординарных и душевных проектов программы «Территория культуры Росатома». Его цель – поддержка и сохранение семейных ценностей и творческих традиций, создание условий для объединения всех поколений семьи и их творческой самореализации. Необычный вечер ожидает зареченцев 4 июля. На празднике двора домов 30 и 32 по проспекту 30-летия Победы состоится иммерсивный концерт заслуженного коллектива народного творчества Оркестра народных инструментов имени Светланы Исаевой, посвященной памяти первого руководителя. Светлана Васильевна проживала в 32-м доме без малого полвека. В июле этого года ей исполнилось бы 80 лет. У нее были хорошие отношения вообще со всем подъездом. К ней ночью, допустим, могли постучаться в дверь парни там с пятого этажа, которые любили вечером гульнуть и попросить «дай балалайку». Ее помнят и любят все, с кем ей когда-то приходилось встречаться. Светлана Исаева – основатель Оркестра русских народных инструментов. С 1964 года она была бессменным руководителем коллектива, его главным дирижером. 18 июля 2024 года Светлане Васильевне исполнилось бы 80 лет. Памяти выдающегося человека и музыканта коллектив Оркестра посвящает концерт. Играть мы будем инструментальную музыку, много из которых уже слышали на наших иммерсивных концертах. Что-нибудь обязательно добавим. Посмотрим по настроению. У нас все концерты складываются, как правило, даже сама программа. Ну, это такая небольшая импровизация всегда, но хорошо подготовленная. Место для проведения концерта музыканты выбрали особенное. Они сыграют на проспекте 30-летия Победы 32. Во дворе дома, в котором больше 40 лет, прожила Светлана Васильевна. Хотим послушать и показать, как оркестр будет звучать вот в этих условиях, условиях двора, где каждый сантиметр схожен ногами нашей Светланы Исаевой. И я думаю, что в этот день она будет с нами. Здесь обязательно дух ее будет, здесь душа. Потому что я думаю, что ей было бы приятно, что мы здесь играем. По задумке Ларисы Исаевой, зареченцы смогут не только послушать произведения в исполнении оркестра имени Светланы Исаевой, но и поближе рассмотреть и даже потрогать русские народные музыкальные инструменты. Так же, как на иммерсивных концертах, которые музыканты давали на протяжении всего июня. Мы вообще в последнее время настроены на то, что мы сближаемся со зрителем, в том плане, что мы уходим от дополнительной озвучки, от барьера между сценой и зрителем. Поэтому будет позволено все. Можно посидеть рядом, можно поговорить, можно задать вопросы, можно послушать, присоединиться к оркестрантам. Если у нас получится завтра организовать достойное количество просто стульев для зрителей, то мы прямо поставим стульев в оркестр. Так что, люди, приходите, послушайте, удивитесь многому. Концерт к 80-летию Светланы Исаевой пройдет на празднике двора по адресу проспект 30-летия Победы, 32. Начало выступления Оркестра русских народных инструментов запланировано на 18.30. Диана Котлирова, Дарья Максишина, телерадиокомпания «Заречный». Жаркое лето 2024-го. Как избежать проблем со здоровьем, когда на улице за 30? Об этом сразу после рекламы. Не переключайтесь. Бедро куриное 169,90. Ментай свежемороженый 129,90. С 1 по 4 июля. Мега выгода в Скидкино. Каким должно быть вождение? Правильным, безопасным и легким. Автошкола «Лидер» приглашает на обучение по категориям А и Б. Адрес Заречный, улица Литки, 47. Телефон 254545. Без воды горячей жить, увы, не получается. В мою сантехнику пойду, потому что нравится. Котлы водонагревательные, настенные и напольные. Газовые колонки лучших отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Моя сантехника». Душевно и ни капельки недорого. Клиника лечения позвоночника. Пенза, улица Калинина, 4. Телефон 98 0303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Выпускники 2024. Спонсоры проекта. Салон мужской одежды «Бостон». Магазин чая «Чайный дом». Отдел «Эс-парфюм». Салон «Галерея цветов». Финансовая поддержка проекта «Альфа-банк». Парикмахерская «Чио-Чио». Автошкола «Лидер». Генеральный спонсор проекта «Автосалон номер один». Нашли подозрительный предмет в подъезде своего дома? Не вскрывайте и не трогайте. Не пользуйтесь мобильным телефоном вблизи предмета. Немедленно сообщите о найденном предмете в экстренные службы. Постарайтесь обезопасить окружающих людей. Дождитесь прибытия полиции или компетентных органов. Помните, в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут быть использованы самые обычные бытовые предметы. Сумки, пакеты, коробки, игрушки, мобильные телефоны и так далее. Родители, разъясните детям, что любой предмет, найденный в подъезде дома, может представлять опасность. Берегите себя и своих близких. Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях заведующий отделением скорой медицинской помощи медико-санитарной части номер 59 Юрий Демянчик. Добрый вечер. Добрый вечер. Юрий Николаевич, синоптики опять прогнозируют нам продолжение такой вот жаркой погоды. Говорят даже, что вот по поволжье местами будет доходить до 37-38 градусов. Скажите, пожалуйста, вот в этот период времени насколько учащаются обращения за медицинской помощью вот к вам? Ну, здесь, наверное, вопрос не совсем правильный. Насколько чаще вызовов по осложнениям зависимости от высокой температуры? То есть, ни для кого не секрет, что подъем температуры неблагоприятно сказывается на общем здоровье населения. Ну, как я говорил, еще с детских времен, и вам тоже было известно, кто с Панамкой не дружит, солнечный удар заслужит. Много у нас заслуживает солнечных ударов? Ну, к сожалению, за последнее время данная ситуация возникает. Скажите, пожалуйста, а для кого наиболее опасен вот этот вот период высокой температуры? Ведь вы говорите об осложнении. Здесь не то, что осложнение. Давайте вот рассмотрим, что такое тепловой удар. Тепловой удар – это перегрев организма. Солнечный удар – это как частный момент теплового удара. Здесь начнем с того, что, когда поднимается температура, здесь у людей для того, чтобы стало плохо, должны быть определенные факторы. Есть внешние факторы, есть внутренние. К внешним факторам у нас будет относиться высокая температура, влажное помещение, невозможность укрыться от прямых солнечных лучей или выйти из душного влажного помещения. И активной физической работы. К внутренним факторам это будут у нас относиться избыточный вес, наличие хронических заболеваний, как сердечно-сосудистой системы, эндокринной, нервной системы определенные виды. Это несовершенство терморегуляции у организма и, как можно сказать, неправильное поведение в данных ситуациях употребления алкоголя. Юрий Николаевич, вы говорите, что в основном это некое сочетание вот этих всех факторов, да? Здесь будет сочетание как внешних, так и внутренних факторов. Ну, здесь первоначально подвержены дети, беременные, лица с хроническими заболеваниями, как я сказал. Здесь, ну вот опять же, лица, злоупотребляющие алкоголем в данный момент. Ну и также лица, которые могут не соблюдать водный режим, то есть работая на открытом воздухе, под прямыми солнечными лучами, не укрываясь от данного пагубного влияния солнечных лучей. И не выполняет водный режим, так скажем. Скажите, пожалуйста, каким образом, есть же определенные способы профилактики? То есть, что делать и чего не делать? Людям здоровым, людям, вот группы риска, которые вы упоминали, людям, которые страдают хроническими заболеваниями, тем, кто находится дома, не может просто выйти по состоянию здоровья, в основном это пожилые люди. Вот какие-то меры рекомендации, профилактики вашей рекомендации для того, чтобы не стать вашим пациентом, не дай бог? Ну, для того, чтобы избежать, это, во-первых, надо избегать то, что приходит лето, как бы мы радуемся, все. Ни для кого не секрет, что солнечные лучи помогают вырабатывать витамин группы Д, улучшают настроение от витамин группы Д. Есть такие данные, что они повышают количество эндорфинов, гормонов счастья. Все хотят, все тянутся к солнышку, все у нас тянется к солнышку. Но солнышко также, оно плохо влияет. В данном случае, если в воздушные процедуры загорать, то, наверное, надо загорать с утра и где-то часов до 11. С 11 до 16 часов считается такой режим щадящий. Желательно не находиться на этом воздухе. Ну и опять же, после 16 часов можно что-то делать. Дальше продолжать активную деятельность. Вот этот период активного солнечного лучей желательно находиться в хорошо проветриваемых помещениях. Какие-то рекомендации по поводу, как вы уже говорили, водного баланса соблюдения. Водный баланс. То есть сколько нужно употреблять жидкости? Какой жидкости? Ну здесь в данном случае про жидкость, если идет, то здесь идет разговор про тепловой удар. Тепловой удар у нас возникает в тот момент, когда идет неадекватная реакция организма. То есть организм, находясь в душном влажном помещении, идет испарение активное. Здесь мы теряем определенный объем жидкости. Как правило, люди пьют воду. Вода, к сожалению, она не восполняет. То есть пот, что такое пот? Это соли и натрия. Натрия, калия, то, что выходит из организма, это активно теряется. Спортсмены про это знают, когда они занимаются, нагрузка идет. И у них идут определенные смеси, солевые, энергетические смеси, которые позволяют восстановить водно-электролитный обмен. Обыватели же как бы постоянно принимают воду. Есть такое понятие, даже у спортсменов раньше такое было, как водное отравление. Они принимали воду, то есть они теряли электролитный объем, а потребляли воду. И происходил дисбаланс, поэтому также спортсменам становилось плохо в данном плане. То есть здесь рекомендуется соблюдать питьевой режим. Это каждые 15 минут по 100-150 грамм воды, маленькими ладочками. Вода должна быть теплой, ну не то, что теплой, не холодной. Потому что употребление холодной воды может привозить к спазмам, к различным, которые могут также усугублять состояние. А вы говорите воды, вот все-таки воду или какие-то напитки определенные? По жидкости, а здесь по напиткам или вот лечебную столовую воду соленую, то что у нас идет. Минералка такая соленая. Минералочка, да, такую соленую. Также айраны, таны, то есть кому что приоритеты. Если же идет большая физическая нагрузка, то здесь, наверное, более рационально в течение дня пить плазмозамещающие растворы. Это вот три гидроны, цитрублюксаланы, три ригидрона, их масса в аптеке, то есть их можно также принимать. А какие-то вот ваши рекомендации, как я уже говорил, пожилым людям, которые вот в силу своего здоровья, состояния уже определенного возраста, не выходят сейчас вот из дома, кондиционеров, ну далеко не у всех. Вот им как быть? Они же тоже находятся в группе риска в такой теплой погоде? Они также находятся, но здесь вот ограничение физической нагрузки в данный момент, это рациональное вот питье, ну и обязательно принимать свои лечебные препараты, которые они принимают в обязательном порядке. И стараться не покидать вот это помещение. Юрий Николаевич, вы упомянули о кондиционерах. Да, кондиционеры, конечно, хорошо, но очень хочется, когда на улице плюс 34, включить в автомобиле ли, дома ли, где-то на работе ли, кондиционер, ну так, похолоднее, ну градусов на 20, чтобы сразу из жары прям раз пришел, а, хорошо. Какие-то ваши рекомендации, потому что очень часто, насколько я знаю, у меня даже у знакомых такое было, что люди просто простывали, заболевали ангиной даже, вот в такую летнюю жару. Как же все-таки вот здесь вот соблюсти тот самый баланс, чтобы, насколько, скажем так, температура в помещении должна отличаться от внешней температуры, которая, ну, за бортом, на улице? То есть, если на улице 34, то кондиционер ставить на 17 или как? Ну, здесь, если на улице 34, здесь дома максимально порядка 25 градусов, не ниже. Потому что переохлаждение, оно тоже неблагоприятно. Поэтому мы, как бы, говорим, то есть, если люди закаленные, способные выдержать данную температуру, ну, пожалуйста, это, как бы, определенное. Каждый выставляет температуру настолько, насколько он себя комфортно ощущает. Но надо всегда производить риски, чтобы не заболеть. То же самое и про машину говорится. Садятся в раскаленную машину, сразу включают кондиционер. И тут вот так же, вот здесь вот про людей пожилых, которые... Вот то же самое про автомобили, которые сейчас находятся на жаре. Открыв машину, пожалуйста, не садитесь сразу в нее. Откройте, чтобы машина проветрилась. Начиная движение, откройте, пожалуйста, все окна, чтобы во время движения машина остыла, проветрилась вот эта духота. И только потом включайте кондиционер, чтобы так и нагрузка на кондиционер будет меньше. Ну, и машина, в первую очередь, проветрится. То есть, чтобы как бы все работало в данном плане. Юрий Николаевич, а как одеваться рекомендуют? Ну, одеваться... Темное, закрытое... Ну, как знаете, вот когда фильмы про Среднюю Азию раньше показывали, да, то есть сидят там такие старики на улице, как у товарища Сухова, да, в челмах, в ватных халатах и пьют зеленый чай. Вот нам, все-таки, как одеваться жителям средней полосы? Ну, надо одеваться в легкое дышащее ткани, так скажем. Много современных тканей дышащих, хлопок, лен, то есть здесь без разницы. Если мы идем, находимся длительное время, под прямыми солнечными лучами, наверное, лучше защитить открытые участки, опять же, с покрытой головой. Если мы вот такие вот в помещениях, то есть, ну, опять же, легкие дышащие ткани. Говорить, что темные, ну, есть и темные, хорошо проветриваемые, то есть современные ткани есть в данном плане. Рекомендуете ли вы употреблять солнцезащитные кремы? Вот в данной ситуации, когда, если люди находятся под прямыми солнечными лучами, это пляжи, дачи, не знаю, походы куда-то на природу? Вот в данном случае, если мы, что на пляжах, что вот в длительных походах или экскурсиях, когда выходят на открытые участки под прямыми солнечными лучами, да, рекомендуем настоятельно пользоваться защитными кремами. Их сейчас масса, современная, достаточно. Или закрывать. Если, не дай бог, как бы подверглись воздействию солнечного, получили солнечные ожоги, пожалуйста, в аптеках довольно большая масса противоожоговых кремов, пантенолий. То есть, ими можно пользоваться, как бы не пренабрегать. Самое главное, в первую очередь, обезопасить себя, убрать риски ожогов. Игорь Николаевич, что делать, если, не дай бог, вот приключился тепловой удар, солнечный удар? Есть ли какие-то признаки, как понять, что у тебя перегрелся организм? И что делать в этом случае? Ну, тепловой удар, то есть, если про солнечный удар мы будем говорить, здесь у нас страдает, то есть, перегревается голова, так как, проще мы скажем, в голове у нас находится мозг наш основной, который очень энергозатратный для обеспечения работы головного мозга, организм постоянно поддерживает там определенную температуру. Когда мы находимся под прямой солнечной лучами с непокрытой головой, происходит перегрев. Вследствие энергетической системы выходит, ну, как с компьютером, перегрелся, отключился. Здесь мы даже можем не узнать о том, что потеряли сознание, просто вот произошло. Потом по выходу из этого состояния может возникнуть сильная головная боль, рвота, тошнота, у кого-то возникает диарея в данном плане. Первая помощь в данном случае – это человека перенести в прохладное место, на голову желательно положить холодное полотенце, запасть, расстегнуть стягивающие предметы, там, ремни, пояса, что-то, распустить, расстегнуть, ну, пожалуйста, вызвать скорую помощь или сразу обратиться к врачам. При тепловом ударе здесь идет перегрев. Как правило, есть определенные предвестники. Да, вот. Мы их можем даже не заметить, то есть человек, опять же, может не заметить. Начинается как симптом, если появляется головная боль, это как бы симптом такой, говорит, что у нас что-то нехорошо, и уже сигнализирует организм. Обрати внимание. Ну, люди бывают не обращают. Иногда появляется спутанность сознания, люди начинают себя не совсем адекватно вести, потом присоединяется головная боль, головокружение, рвота как следствие, может быть и потеря сознания. Спутанность сознания может привести, опять же, к потере сознания. Здесь помощь то же самое. Человека вывести из поражающего объекта, то есть в зону более спокойную для него, расстегнуть, положить, обезопасить. Есть разные версии, что когда вот что-то случилось, уложить и приподнять ноги, чтобы как бы противошоковать. Ну, лучше этого не делать. Просто уложить на ровную поверхность, под голову валик сложить, ну, чтобы только подбородком не опирался. Так, расстегнуть и дать человеку попить. Что в первом случае, то что во втором. Здесь возникает вопрос, то есть часто возникает вопрос, какую воду пить. Да, хочется холодненького. Холодненького не стоит, как я вот до этого говорил, надо давать воду прохладную, так скажем. Но если на улице 40, то уже 30 градусов, она тоже прохладная. Если мы доедем холодную воду, здесь опять же может произойти рефлекторный спазм сосудов, как вот, может рефлекторная остановка дыхания быть от холодной воды. Ну, вот так вот дать прохладную воду. Быстро всасывается у нас из желудка теплая вода. Если идет тепловой удар, то есть для того, как бы, организм уже затратит определенную энергию, воду согрев. Ну, и она быстрее всосется. Опять же, когда таким людям, надо давать дробное питье. По чуть-чуть, не сразу бокалами давать пить, а по чуть-чуть, но часто посидеть, успокоить. Ну, опять же, вызвать скорую или обратиться к врачам в ближайшее время. Дети – это у нас особый контингент, потому что у детей, ну, что у детей, что у пожилых людей, у них нервная система становится, ну, работает уже немножко по-другому. Если у одних она еще не созрела, то у других она не совсем тоже адекватно работает. В данном плане надо соизмерять риски, выводить что детей, что стариков. То есть за стариками надо посмотреть, как бы, чтобы они не уходили в жаркое время, как-то обезопасить их, что старый, что малый. То же самое и с детьми. Вот в жаркое время не выводить. Перегрев – это подъем температуры. Часто мы перегревы можем путать с каким-то простудным заболеванием. Потому что у детей, как правило, когда идет перегрев, в большинстве случаев возникает боли в животе и жидкий стул. И думает, что ты поел, нет. А ребенок просто банально перегрелся. Такие случаи тоже бывают. То есть в любом случае ваши рекомендации, понятно, что сделать в первую очередь, не прибегать, как всегда, не прибегать к самолечению, и обратиться к специалистам. Юрий Николаевич, большое спасибо за участие в нашей программе. Будем надеяться, что ваши советы, ваши рекомендации помогут зареченцам пережить вот этот жаркий период времени без всяких потерь для здоровья. Спасибо. Пожалуйста. И это все, о чем успеют рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. До встречи на канале «Заречный» и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин